рекординг и прогресс традиционно сказал нам зум женщина коллеги рада вас приветствовать школа менеджмента стран и на это лишь про стартоплана давайте начали проверим что у нас все хорошо с трансляцией если вы слышите видите слайды напишите несколько плюсов перед самым началом у нас были прямо тут же я причем вижу что максим шевелится вот и похоже что-то говорит но совершенно видимо меня не слышно да звук прыгает прерывается окей но тогда мы что можем сделать на самом деле макс давай я тебе тогда лиги скажу некое вводное слово возможно вы сквозь кваканье меня услышите вот но у нас сегодня bootcamp управлению проектами которые мы решили посреди приоритации внедрения изменений два занятия одно сегодня второе в среду а макс я предлагаю тебе тогда просто захватить слово и начать контентную часть а вот и в конце я постараюсь свой интернет поправить надеюсь что мне это удастся вот и мы сможем завершиться и поговорить про то как мы будем коллеги вначале сами поработаем а потом я расскажу как мы будем работать вот примерно так кстати очень правильный подход у нас весь навык сразу же будет обкатываться хорошо коллеги тогда давайте мы начнем перейдем контентной части я попрошу наверно вернуть мне права презентеры коллеги презентацию расшарить пока про не возвращаются лиги будет просьба отметьте пожалуйста в чате в вашу текущую роль так говорят что не слышно этим еще раз так коллеги сейчас судя по тому что в чатике пошло то наверное слышно хорошо так и м пи м юнит менеджер дюна project менеджер тем вид я мать и манжер хорошо хорошо маркетинг дизайн тима 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 тушь ты класс у нас очень такие интересные сегодня роли seo супер супер и очень интересно тогда возможно такие вещи из того о чем сегодня говорить будут вот интересно я сразу хотел бы предупредить что мы сегодня будем ли попробовать скажем так сделать некоторую практическую поэтому будьте пожалуйста к этому готовы если прям совсем не будет желание участвовать в риск она будет группах вот то когда наша команда поддержки будут готовить breakout комнаты модифицируйте что сейчас не готовы группу идти и мы значит придумаем другое интересное мероприятие пока вы еще не убежали из чата пока еще руки помнят пожалуйста напишите в чат так мы сегодня будем говорить о первой части в нашем буткемпе о приоритизации напишите буквально одно-два слова какими техниками приоритизации это термин может вы это делаете по наитию на самом деле не так важно напишите просто что сегодня из техник приоритизации вы используете не то что вы знаете а что вы реально используете в работе так есть аэрм аирм не знаю сразу скажут потом будет не думаю что за не погуглить москву 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 так коллеги еще что приближает цели хорошо моделька но ухты класс класс так павел техника казань или это просто их городе вы сейчас находитесь я себе даже прямо отметил модельку окр как техника приоритизации интересно ничего страшного порядке очень интересно вот укр как техника приоритизации ну да принимается спасибо коллеги может что еще так хорошо мне кажется мы половину сегодняшнего уже кто громче крикнет ну точно мы половину сегодняшнего уже нашего мероприятия можем пропустить но все же остановимся на некоторых техниках отдельно и у нас будет пара техник которые мы попробуем были детально накопнуть к счастью вы их не перечислили здесь вот поэтому скорее всего сможем погрузиться не поглубже если по ходу нашего мероприятия сегодняшнего будут возникать вопросы по по контентной части пожалуйста пишите в чат можно воспользоваться правом не так что мы успеем все онлайне ответить вот но мы проговорим и так начнем первую очередь хотелось бы разделить наверное два понятия понятие приоритета и понятие порядка и с этим всегда возникает некоторая путаница и те из вас кто давно в индустрии кто использовал используют успешно или не очень скрам фреймворк помнят что была такая эволюция того что называется бэклогом продуктовым и каким он должен быть когда-то он был приоритизированный потом появился термин упорядоченный но вместе с тем все равно вот есть небольшая путаница что же все таки использует какой термин приоритет или порядок давайте посмотрим некоторый пример который поможет нам наверное с этим этим разобраться представим себе что мы строим дом я думаю у нас кто-то из присутствующих сегодня на мероприятии строим может быть свой дом и такая будет болезненная тема уж простите но когда я хочу построить дом когда происходит процесс для меня наверное первым приоритетом будет появление крыши потому что защищать уже мою построить комфортно будет тому времени готова от дождя соответственно это явно улучшает сохранность того что находится в доме но при этом несмотря на то что крыша будет моим приоритетом все равно будет некоторый порядок на то есть крыша приоритет но когда мы говорим о неких фича далее некоторых операциях для того чтобы мы могли подойти уже к тому чтобы поставить крышу нам необходимо выполнить некоторый порядок работ и они как раз будут упорядочены по тем особенностям которые характерны для либо нашего нашего дома либо в целом до тех операций с которыми мы с вами сталкиваемся не в постройка думал других ваших рабочих задачах что здесь важно когда приходит продуктов нор приходит на продукт менеджер заказчик и топает ногами вот мы должны мой приоритет вот эта фича для того чтобы сделать есть некоторый необходимый плановый объем работ нам следует упорядочить нашу работу исходя из того что необходимо делать первым чтобы достичь вот того самого приоритета в рамках дома наверное для того чтобы появилась крыша сначала должен появиться фундамент он должен какое-то время остывать закрепиться потом появляются там стенах это опалубка и так далее так далее у тебя не специалистов в строительстве но так или иначе как мы увидим сейчас на слайде сама по себе крыша она появляется серьезно позже также происходит с продуктами когда клиент требует вот мне сейчас необходимо чтобы мой например посетитель сайта мог купить что-то положить там в корзину товар нам необходимо сделать некоторый ряд работ поднять сервер сделать систему авторизации возможно подключить это платежные системы потому что покупка вот возможно только в том случае если пользователь сможет сделать несколько обязательных для этого шагов и и так у нас есть приоритет то есть что-то что имеет бизнес ценность для клиента от чего он сможет уже либо зарабатывать либо решать какую-то свою проблему но при этом есть порядок выполнения фич это функции операции чтобы этот приоритет мог быть выполнен и с чего в этом случае вы рынка конфликта имеет смысл начать наверное в первую очередь надо понять какие у нас есть зависимость то есть для того чтобы упрямочить работу мы должны видеть какие этапы этой работы от каких зависит на и соответственно вроде как это такая достаточно прозрачная что ли понятная концепция вместе с тем достаточно часто очень сложно объяснить клиенту почему мы должны провести какой-то объем работ перед тем как он увидит что-то что принесет ему ценность определение зависимости один из таких важных шагов в определении приоритетов и соответственно упорядочивание задач или фич второй момент который очень важен приоритизации и здесь наверное мы же понимаем в первую очередь выявление тех блоков функциональности которые приносят конечную пользу доставляют ценность нашему клиенту необходимо наблюдать что это имеется ввиду воздержаться от принять принятия сиюминутных решений есть такой подход когда мы откладываем наиболее важное решение к тому моменту когда у нас будет достаточно объем информации чтобы не принять решение имея достаточно широкий конус неопределенности мы таким образом управляем рисками работа с приоритетами очень плотно связано с работой с рисками выбранный неправильно функциональный блок может не то чтобы отпугнуть клиентов но не принести необходимую пользу здесь и сейчас и мы чуть подробнее об этом поговорим позже и еще раз наблюдайте внимание на детали когда мы говорим о приоритизации мы очень часто сталкиваемся с ситуацией при которой какое-то количество стейкхолдеров продакт обнеров каждый пытается доказать что его фича важнее вот при этом упуская важный таллинг перед реализации и обращать внимание на детали означает для меня первую очередь в работе которые в наших проектах делаем это как раз включение первых двух пунктов определение зависимости внимательно посмотреть что на что будет влиять и исходя из этого принимать уже решение не бросаться сразу в омут вот фич нам понравилось возникла какая-то идея очень часто как раз продактовные такие особенно экстравертного типа когда они вдруг какая-то идея приходит голову не прибегают команды и просят прямо вот сегодня же какую-то фичу реализовать просто потому что вот я увидел такую фичу у наших конкурентов и раз ее нет у нас то мы уже отстаем далеко не факт что именно в этом проблема более того может быть эта фича опережает на сегодня потребности рынка и в ней нет необходимости прямо сейчас да вполне возможно будет постребовано позже но прямо сейчас эта фича возможно не нужно то есть необходимо посмотреть прицениться подумать насколько это реализация нужно в этот самый момент техник приоритизации достаточно много и я думаю что даже из того списка который вы уже перечислили его бы хватило для большинства проектов некоторые из тех которые мы сейчас увидим на слайдах вы уже перечислили вот некоторые возможно забыть москву конечно это первое что приходит к нам в голову белый восьмидесятый по моему предложил эту эту технику и она достаточно просто выглядит вместе разделяя фичи на маст хэв шут хэв кут хэв и вонт хэв вроде очень просто да приходит фич надо положить ее в ту или иную корзину когда возникает вопрос а как определить вот для фичи на маст хэв или шут хэв где-то тонкая грамм между этими корзинками между этими решениями каким критериям мы будем определять что вот именно это фичи или на эта задача должна обязательно попасть наш ближайший релиз как мы можем отложить некоторые скажем так вот фичу серии вонт хэв то есть такой wishful thinking хотели бы сделать оставляют тогда когда уже все сделано и надо чем-то занять команду разработки давайте попилим какие-то насчет фичи которые мы бы так не сделали но вот сейчас есть есть на это время то есть сложность с москву это критерий забегая вперед если у вас ощущение что у нас будет сегодня некоторая серебряная пуля вот и будет идеально правильный способ для приоритизации нет такого не будет ваш вашем контексте могут использоваться разной техники более того в одном продукте может разной техники в зависимости от этапности развития продукта еще одна интересная техника они тоже сказали сегодня да кто громче всех кричит или холип и т.п. пассан опинин кто получает большую зарплату нашей компании тот имеет больший вес при принятии решения о том какую фичу взять работу такой подход имеют право на существование конечно же но эффективность его были так сомнительно не означает что не работает абсолютно но все же хотят наверно полагаться на более такие системные вещи роль очень избитый уже термин return of investment и в первую очередь здесь используется некоторая финансовая составляющая причем роль используется как для проектов когда мы должны принять решение в условиях ограниченных ресурсов какой из проектов мы будем начинать роль может выйти на первый план особенно это хорошо заметно когда можно пронаблюдать использование инструмента в различных культурах если вы работали с статапами например то там этот критерий крайне важен для инвесторов но мы столкнулись в своей практике с очень интересными такими зависимостями на скажу так постсоветском пространстве когда ты приходишь к инвестору и лишь том что есть проект он спрашивает тебя 2 вот у тебя есть даже неплохая модель ты и показываешь лишь вот у нас окупаемость будет течение там трех-четырех лет и вот на пятый год мы начинаем выходим выходить на возврат инвестиций там . безуточности все остальные клинические термин шансов получить такую инвестицию на постсоветском пространстве они стремительно идут к нулю вот так уж сложилось мы не готовы так долго ждать то же время когда западной европе сша ты приходишь инвестор с такими цифрами ну да то есть три года вполне вполне сносно да давайте думать детали будем обсуждать поэтому этот способ приоритизации он очень такой контекстно зависит даже может культурно зависит benefit cost ratio здесь какая вариация на тему роя когда мы тоже говорим о средних величинах ожидаемого доходности или скажем так ожидаемые выгоды которая может быть не всегда выражена в чистом виде в деньгах например если мы говорим о каких-то социальных проектах и этот проект должен достаточно быстро принести окупаемость путем того что большое количество людей будут о чем-то проинформированы или мы сможем вакцинацию объявили и нам очень важно чтобы как можно больше людей об этом узнала и поэтому наш benefit это не деньги а количество вакцинирован буквально недавняя наша история опять же не только в чистом виде деньги rise у нас уже коллеги успели об этом методе сказать когда мы оцениваем тот или иной проект или конкретную фичу по тому насколько мы уверены в ее успешности как она будет влиять какого рода объем работы необходимо будет предпринять чтобы эту фичу или этот проект завершить и он проект или она вечер увидели свет и к на модель или модель к но но здесь эта фамилия не работа с этой моделью очень интересная модель построена на опроснике когда мы пытаемся понять насколько наш потенциальный пользователь или уже текущий клиент будет удовлетворен отсутствием или присутствием той или иной фичи продукте достаточно интересная модель используется достаточно широко вот мы уже видели в чатике примеры коллеги кстати вот нас был только один по моему комментарий по поводу модели к но кто-то еще использует модель к но просто поставьте плюсики будет просто интересно насколько широка наша выборка сегодня у тех кто любит эту модель так если спасибо кто-то еще так два человека хорошо ну то есть нас уже трое нравится эта модель прекрасно четверо отлично хорошо на самом деле вот этот набор модели он крайне широкий я рекомендую некоторые люди кто занимается на продакт менеджментом этой картинкой возможно знаком вот сайт фолдинг буритас прошу порядка 20 различных техник вот такая периодическая система техник приоритизации с описанием на английском вот но там такой простой английский в крайнем случае google поможет с переводом и там можно посмотреть на разного рода техники которые опять же в разных контекстах позволяют ну скажем так выбрать наиболее удобную поэкспериментировать одна из проблем с которой сталкиваются команды во время выбора техники к приоритизации это некоторое такая зацикливание выбрали одну технику вот ею пользуются не рискуя применять другую потому что ну вот мы же договорились заказчиком на улице удобно при этом вполне возможно что на данном этапе развития продукта вам это техник может быть не подходит но опять же выбор есть поэтому можно обратиться к этому ресурсу там найти необходимую информацию модель эйзенхауэр которую или матрас эйзенхауэр которую вы уже тоже успели отметить прекрасный инструмент который позволяет не только работать с сериализацией задач и проектов но и хорошо помогает с персональными задачками коллеги попрошу еще раз отплюсовать кто хотя бы раз эту технику использовал вот здесь у нас на эти плюсов уже гораздо больше гораздо оживленнее отлично хорошо это означает что техника очевидно работает эту технику используют в тайм-менеджменте алекс абсолютно верно и она в первую очередь появилась из тайм-менеджмента более того я бы сказал что не факт что эйзенхауэр как-то знал что это маслица получила его имя вот но в чем серьезный плюс маслицы эйзенхауэра она позволяет в первую очередь отбросить то что не срочно и не важно проблема в том что работая с задачами и работая с персональными задачами или работая с набором фич очень сложно чего-то отказаться и скорее всего большом количестве команд которые я свою жизнь не видел бэкло превращается в такое кладбище фич если еще к верхней части как-то ну скажем так еще возвращаются то вот то что постепенно уходит на дно может там умереть мы в одном из проектов нашли достаточно большую фичу которую на что он с большой истории да там переписка как срочно важно и необходимо реализовать этой фичи было пятьсот шестьдесят три дня вот то есть фича полтора ну почти два года полтора года пролежала значит в бэклоге вот хотя в самом начале все считали что от нее вообще никак нельзя отказаться она определяет вообще наш наш продукт алексей о спасибо вот это очень хороший пример коллеги обратите внимание самое старое 2011 года я думаю что вы каждый год уже можете торт просто покупайте ставить очередную свечку вот и отмечать день рождения этой фичи вот мы сегодня не будем говорить о процессе рефаймента дали пересмотра бэклога потому что ну сам действительно вот мне кажется знаете есть некоторая такая судьба да вот бэклог он как бэк спина да да вот значит узел какой-то перечень за спиной вот там вот действительно очень трудно добраться вот туда в самое дно бэклога вот но проблема здесь еще не только в том что мы эти фичи забываем проблема в том что мы тратим на них время и какой-то момент времени когда эта фича казалась важной аналитики мы в этом разработчики тестировочке делали какой-то кругов конца вы даже mvp возможно что-то исследовали писали там какие-то требования вот вместо того чтобы сфокусироваться на чем-то более полезным более необходимым поэтому техника эсенхауэра она как раз очень хорошо помогает уменьшить объем не не сделанной плановой работ который уже потом перетекает в внеплановую и вообще забытую но при этом мы как разработчики выстрел тогда команды разработки зачастую забываем о деньгах как бы это странно не звучало дело в том что важно понимать не только что это фича конкретно или проект принесет нам прямо сейчас хорошо бы еще понимать что будет если мы не сделаем эту фича проект такой знаете коучинговый вопрос я хочу сделать вот это вот а чтобы это не сделаешь и тут начинается им по-другому мышление если мы не сделаем форму авторизации на нашем сайте по продаже чего-нибудь это повлияет на продукт или нет или может мы оставим просто форму регистрации человек просто внесет при покупке на свой телефон оператор перезвонит согласует доставку и поехали не надо делать авторизацию просто у нас будут увеличен объем работы например на колл-центр но по каким-то причинам мы считаем что у нас колл-центр на аутсорсинге и не очень дорого то есть если я прямо сейчас фич авторизации не сделаю ничего не произойдет вот с другой стороны если я ожидаю что у меня будет не объем амазона конечно да ну допустим там 300 400 500 заказов в день то есть банально по математике прикинуть даже по арифметике достаточно большое количество заказов в минуту и наверное тогда нам поддержка с точки зрения соусингового колл-центра будут уже обходиться дорого и тогда нам надо подумать если мы сейчас эту фичу не внедрим какие будут наши потери возможно мы потеряем просто заказы потому что будет человек ждать на телефонной линии ну там как обычно будет важно очень важен для нас вот он понимает что конечно же не важен и больше нам не вернется какой-то из заказов просто оператор перепутает в большой нагрузке то есть мы оцениваем так называемый cost of delay стоимость задержки при выборе фича или выборе проект если у нас кто-то сегодня кто осилил прочесть прекраснейшую книгу без сарказма flow дональда райнерсон поставьте плюсики так мы хотя бы один же должен быть она до крайне рекомендую книга тяжелая скажу такая скажем суровый английский вот по-моему нет русском переводе в украинском переводе но дом дональд проанализировал поведение команд как они мыслят и как раз предложил концепцию того что для выстраивания хорошей процесса хорошего поставки конечно ценности хорошо бы иметь голове вот этот вот концепт флоу потока и управлять именно этим потоком кстати те из вас кто отметил в начале нашего сегодняшнего мероприятия используемую технику в sgf в этот счет ваш job first рискну предположить что вы скорее всего и и почерпнули из скет жилл фреймворк так вот скет жилл фреймворк в этот счет ваша job first пришел как раз от дональда и спойлер будут ваши домашние задания в сэйфе и идеях равен штерна в сэйфе немножко отличается поэтому не буду говорить с чем будет вам интереснее погуглить так вот о чем говорил дональд раменштерн и в принципе о чем скажем так говорит нам cost of delay cost of delay состоит из нескольких составляющих для того чтобы понять как использовать мы по этим составляющим кратко пройдемся первое из них это ценность то есть в чем собственно ценность той или иной фичи того или иной задачи того иного проекта для опять же таки нашего нашего продукта нашей организации в какой момент времени вот этот проект или фича будут приносить ценность нашему продукту или компании состоит в или точнее можно на белью можно поставить ценность а если я буду эти антенцизмы использовать это привычно уже в нашем этичном обиходе ценность можно посмотреть на нее с точнее с двух сторон с одной стороны мы можем увеличить доход появляется как это новая фича мы сделаем новый проект и у нас расширяется объем продаж доля рынка мы захватываем больше количество клиентов потому что они требуют именно вот эту фичу с другой стороны мы можем защитить наши текущие позиции то есть у нас на рынке есть некоторый продукт он например был десктопный хороший продукт но рынок уже требует в обрешении и наши клиенты текущие ряд ребят нам уже как бы тяжело у нас там удаленная работа люди командировках не так удобно ставить всем на ноутбуке ваши по нам нужно в обрешении то есть мы скорее всего на первом этапе не увеличим количество пользователей так но мы защитим тех кто уже нам лоялен и в этом ценность будет нашей версии для продукта с другой стороны мы смотрим на ценность как на возможность уменьшить текущие расходы то есть у нас уже есть что то что заставляет нас тратить деньги например тот самый колл-центр если мы автоматизируем сбор потребностей клиентов создадим корзину на сайте вполне возможно что на мы теперь должны будем держать меньше людей на колл-центре ну как минимум нет необходимости в первичной обработке да то есть не будет звонить каждый из покупателей и просить сделать ему до 100 да то есть он уже внес в корзину свой товар и уже по паку оплаты вот тогда колл-центр будет перезванивать то есть нам уже надо меньше людей потому что часть работы в нашей цепочке ценностей взял на себя систем автоматизации на портале и есть еще избегание расходов то есть первом случае мы уменьшаем уже текущие расходы вот и этот же кейс мы можем развернуть давайте прямо сейчас сделаем корзину самом начале нашем продукте в первой же версии должна быть возможность у клиента положить выбранный товар корзину чтобы мы в принципе не обращались к услугам центра колл-центра сразу же избегаем расходов по сути когда мы говорим о ценности мы подразумеваем некоторые управление рисками для того чтобы наша скажем так финансовая составляющая нашего проекта фичи была хорошим уровнем но когда мы понимаем ценность нам важно понять еще одну составляющую которая скажем так неразрывно связан с ценностью это срочность вот приходят наши очередные highly paid persons и требуют срочно сделать какую-то фичу но эта срочность она скорее всего у каждого будет индивидуально особенно если у вас большой продукт и есть несколько владельцев продукта каждый будет считать что его фича очень срочно более того она важнее всех остальных если мы прямо сейчас не внедрим но все как бы наш продукт можно списывать для определения срочности существует достаточно большое количество паттерна называемых остановимся на буквально некоторых из них останется время может быть посмотрим на большую картинку паттерна пока граним такие основные потом первый cost delay когда мы выходим на рынок с фичей позже так но этот рынок высококонкурентный и здесь мы скажем так на этом рынке по сути любая новая фича и доходность от этой фичи это всего лишь вопрос времени я выпустил телефон не знаю iphone с четырьмя камерами ну хорошо возможно ближайшие три пять месяцев ни у кого больше не будет четырех камер так но наверное спустя это время samsung какой-нибудь на huawei все остальные выйдут с таким же предложением но этот период времени я буду скажем так снимать сливки с рынка потом уже мы примерно выравниваемся и все будут как бы в одном скажем так на одном рынке получать плюс минус там один и тот же доход от этой фичи другая фича когда у нас несмотря на то что мы вышли позже продакшен мы данных это сумму заработаем меньше но потом наш доход будет стабилен например мы внедряем систему документооборот то есть сейчас предприятие работают бумаги вот и теряет на этом деньги до того что необходимо больше людей ниже скорость прохождения там согласование документов но даже потенциально можем какие-то контракты потерять если слишком затягиваем процесс просто договоров договоров но с этим автоматизации это сильно может упростить ускорить при этом вот наш cost of delay будет связано на тот период времени который мы внедряем систему документооборот а дальше мы в общем-то выходим на стабильное получение дохода если мы компания подрядчик или снижение и сдержек то есть мой велье в том что теперь как заказчик снижаю сдержки мой велье как поставщика в том что я теперь зарабатываю на поддержку на лицензии и третий паттерн это паттерн при котором мы работаем на рынке скажем так но если это не в чистом виде олигополе то на этом рынке у нас есть не очень большое количество игроков и мы плюс-минус делим его достаточно так адекватно например рынок операционных систем то есть я выйду со своей персоной системой раньше допустим вот потом мой конкурент я apple знаю как от microsoft выпустит обновленный windows и мы все так же потеряв самом начале дальше у нас все равно как будет плюс-минус равный равный доход в чем суть вот это вот всей всей модели почему cost of 2 так важно он важен потому что мы так или иначе не зарабатываем или несем какие-то дополнительные потери видимо штрафов или что-то еще пока фича или проект не используется один из ярких примеров и думал многие знают и компании марск компания наибольший грузоперевозчик морской мире вот один из проектов был задержан на 38 недель одна из фич при этом стоимости задержки каждый составляла 200 тысяч долларов хотя как мы видим сейчас из графика даут как красненькие точечки это потерянной недели вот а зелененькие это скажем так то когда мы реально работаем 38 недель из которых на реальную работу ушло ну как вы видите чуть больше сотни часов 100 часов пусть будет у нас возьмем 8 рабочих часов в день дает у нас будет 12-15 наверно дней так то есть пусть бы даже три недели до суммарно округлим максимально уже здесь и 38 недель так называемого cycle time сколько времени мы делали эту фичу и потеряли мы здесь 7 миллионов 600 тысяч долларов это вполне себе официальная информация то есть можно углубить тем более даже приятную ссылочку на сайт можно посмотреть деталь этой этой истории собираемся все вместе так и у нас скоро с вами будет раз упражнение буквально через два-три слайда информация наших коллега стих поддержки cost of delay техника которая состоит из двух составляющих понятие ценности и понятия срочность и для того чтобы в этой технике скажем так мы могли перейти каким-то уже количественным вещам и с ними поиграть в живую введем еще одно понятие которое называется cd3 score cost of delay score cost of delay divided by duration то есть у нас есть некоторый value ценность у нас есть некоторая срочность и у нас есть понимание того сколько времени будет делаться та или иная фича или тот или иной проект и вводя понятие cd3 расчет или cd3 score мы можем приоритизировать входную очередь базируясь в общем-то на плане конкретных измерениях и у нас с вами будет сейчас никто такая групповая задачка что они будем будет сделать пока готовятся комнаты рассказывать у вас у каждого есть некоторый баклок в каждой группе он будет одинаковый у вас есть три фичи для каждой фичи известно время ее выполнение так или же для упрощения ситуации время сколько количество денег которые мы теряем пока эта фича не внедрена исходя из формулы cost of delay divided by duration мы тысячу долларов в неделю стоимость задержки для первой фичи делим на пять недель и получаем сидит рискор 200 это некоторый коэффициент который позволит нам принять решение когда мы будем ничего делать наше задание будет следующим по каком создаются я пошарю где мы будем это делать не на коленке у нас есть для этой задачки специальный инструмент пока я открываю коллеги у всех есть опыт работы с онлайн инструментами типа мира или мурал поставьте плюсики если вы работали с инструментами нам объясню некоторые чем так вещь так плюсы плюсы есть есть минусы здесь я постарался максимально упростить но давайте буквально коротенький ликбез у нас с вами будет задачка сделать два прогона в каждой группе прогон 1 по технике периодизации first in first out то есть вы считаете стоимость всех этих фич и если вы будете делать их последовательно сначала первое потом вторая потом треть а вторая второй прогон базируясь на сидит рискор выбрав по собственно тем сидит 3 коэффициентом которые указаны в последней колонке что нигде он будет сделать вам здесь максимально все просто обсуждая группе кто-то один скорее всего будет у вас записывать вот ему надо будет просто выбрать соответствующий шаг кружочек и здесь что-то что-то вписать цифру и по сути все все остальные заблокированы вы не сможете там случайно удалить перетащить вот у вас активных кастать вот восемь кружков вот и вам необходимо скажем так просто вписать здесь цифру еще раз по формуле да у нас стоимость для упрощения стоимость разработки стоимость потерь от того что мы пичу не внедрили указано у вас в колонке cost of delay и сколько времени на эту пичу у вас есть на реализацию то есть мы опять же сейчас все-таки пример учебный поэтому считаем что наши оценки очень точны мы точно там 6 недель уложимся вот наша задача посчитать в деньгах сколько будет разработка стоит итак коллеги давайте посмотрим мне будет вопрос нашей техподдержки сколько у нас участников максимум нас получается где-то по 13 человек на группу и подскажи пожалуйста длительность практики мы возьмем на практику с вами коллеги ну я думаю возьмем минуток 12 да то есть если вдруг вас не будучи успевать ну сигнализируете вот но я думаю что это 15 минут как бы это у нас вот прям hard stop мы там выключаем всех всех возвращаем точнее в общий зал итак 15 минут тут будет таймер вас коллеги вот мы тогда у нас есть 16 рабочих мест так вас у каждой комнаты будет свой номер пожалуйста переходите по ссылке даю ссылку сейчас на мурал бросали и нам чат прошу переходите через финансовые последствия очень просто это означает что мы теряем деньги то есть если вы мы эту фичу уже запустили производства так то она бы уже нам позволяла она нам приносила например фича 1 приносила бы нам уже тысячу долларов в неделю или там фича 2 уже приносила бы нам пять тысяч долларов в неделю если мы не запускаем работу мы теряем наши финансовые последствия так тогда коллеги стих поддержки я попрошу вас запустить комнаты у нас с вами будет коллеги 15 минут выбирайте свою комнату и посмотрим что у нас получится я выйду в эфир проверим если у меня интернет и как я лагаю или не лагаю как мне сейчас слышно слышим слышим тебя хорошо ура ура коллеги пока у нас идет распределение по командам те кто останутся в общем зале у нас запланирована такая сессия ответов на вопросы но чтобы мы не скучали с вами то есть кто хочет заняться групповой практикой уж уходят в зал и вот а мы стоим с вами здесь и постараемся с максимумом ответить на максимальное количество актуальных вопросов поэтому если какие то вопросы есть пишите их в наш чатик и мы прокомментируем вижу вопрос от елены как ты уже по-моему ты на него еще не отвечал да чем отличается косово делает финансовые последствия так чем или смотрите значит если сказать в целом то принципиально отличие конечно нет что имеется ввиду у нас costa 2 может выражаться как отсутствием дохода от фичи которые мы хотим внедрить так например штрафными санкциями что имеется ввиду мы фичу не внедрили и пока она не будет запущена мы будем платить пеню или какие-то еще штрафы например у вас по которой банковская и вам необходимо какому-то определенному дедлайн выпустить новый отчет потому что его требует банк национальный банк центробанк налоговая и так далее вот в этом основная суть как посчитать costa 2 пропустили формулу коллеги я тогда могу что делать это не очень сложно я прям выброшу этот слайдик с формулой на на доску вот прям вверху разместим формулу так есть а я понял еще что-то как определить косы для продукта смотрите ну вот вы можете какой-то пример продукта привести может быть даже вас поры мы работаете с подождем что давайте мы вообще не собирались отмечивать на самом деле елена да то есть мы в таком формате работаем без вывода людей в эфир потому что лишние накладные расходы если можете голосом в смысле текстом прокомментировать добавки для примера да значит а и по да похоже на допишет хорошо максим пока елена дописывает я видел там был вопрос интересный про техники приоритизации вот какие-то и лично применяешь в личном менеджменте применять личном менеджменте так ну что ты ответил на вопрос ну когда я познакомился с cost of delay так я не хочу чтобы в личной практике рассчитываю какие-то вещи но я начал спрашивать себя а что будет если они сделают и сейчас какие будут последствия так и это очень серьезно упрощает но смотрите есть там задачки у нас прям из жизни да вот на сегодня надо было сделать задачу по переводу сотрудника он за них система потому что если я не успею сделать сегодня до конца дня то его новая зарплата будет нему насчитываться не с октября начине сентября с октября то есть я конечно могу потом решить этот вопрос путем не знаю там поиска бюджета на какой-то бонус чтобы покрыть бы эти расхода но вот для меня это задачка your cost of delay для меня достаточно высокий я не сделал это сейчас то это означает что надо будет идти там куда техподдержку просить срочно не открытым систему чтобы задним числом перевел бухгалтерия естественно ко мне придет и вынесет мне как бы мозг в лучшем случае то что я как бы сдержался с этой задачей и так далее поэтому вот точно просто здесь прикинуть какие вы будут последствия даже если не будут не чистыми не финансовый а репутационная например или же мне придется сделать больший объем работ посидеть на выходных потому что я вот не успешно сделать надо будет на выходных дотянуть вот у нас у меня как просто вдовы так у нас есть вопрос косвенно например много-много всего то час например если мы не добавим компонент наш сайт чтобы анонсировать дополнительный сервис мы не знаем будет это пользуется спросом этот эксперимент о смотрите значит тут у нас очень интересно что мы сейчас понимаем что наш cost of delay исходя из текущей ситуации наверное 0 то есть мы правда не знаем сколько будет ли какой-то эффект с другой стороны мы знаем сколько времени до какова будет стоимость реализации этой фич а то есть какие-то люди то буду делать правда вот то есть у нас появляется некоторая уже математика на то есть у нас есть сумма этой фич вот и мы понимаем что я наверно cost of delay будет ноль мы вообще не понимаем что будет на выходе будет ли пользоваться эта фича спросом но стоимость ее на сегодня нам уже известно то есть что мы мы на базе этой информации принимаем решение насколько эта фича важна в ближайшем релиз то есть мы же здесь cost of delay дает вам ответ какая фича лучше она дает вам ответ в каком порядке вы должны взять то есть если вы видите что затраты у него на создание фичи большие выхлоп неизвестно то она скорее всего приоритете у нас упадет по сравнению с фичи которые мы понимаем что на рынке может откликнуться если мы сейчас не выпустим то мы потенциально что-то можем потерять или же наоборот если мы сейчас ее выпустим то мы начнем получать некоторые там небольшой доход хороший пример кажется здесь это платные подписки то есть у нас ну по сути мы принимаем решение хотим мы сейчас выходить с платной подпиской или нет да если мы выйдем вполне возможно что у нас будет много новых пользователей с другой стороны если мы при этом пересмотрим состояние составляющей бесплатной подписки но вполне возможно что-то просто отвалится скажут нет ребята что-то раньше просто было хорошо вот а сейчас нет я прикидываю стоимость то есть если я с платной подпиской не выйду сейчас или наоборот выйду сейчас что произойдет если я фичу которая есть жесткий дедлайн так не запущу сейчас и потенциально начну терять деньги потому что на не вышла война одним из примеров может быть рекламная кампания к новому году или например черной пятницы черной пятницы навык рынбы если я запущу рекламу к черной пятницы за три дня или за месяц скорее всего если я запущу за месяц у меня потенциально будет большее количество людей и увидят большее количество людей придет cost of delay меня здесь явно виден то есть в количестве нет непроданных скажем так товаров и если я запущу фичу не за месяц точнее фичу а рекламу не за месяц а за три дня вот и поэтому в своих предметах я понимаю что если у меня есть задача сделать текущих команды 5 человек команде они могут делать одну задачу только в один момент какая-то фича для продукта и реклама к черной пятнице и вот я прикидываю что я буду получать если эта фича у меня выйдет или что я могу получить если у меня выйдет реклама черной пятницы вот я здесь тоже с вами выводит cost of delay и принимаю решение приоритизирую по сути какую из этих двух задач команде отдать у нас вопрос про он исследование стендер групп про то насколько часто используется функционал после макбиле какие-нибудь исследования после 2002 года на эту тему насколько часто используется я хочу найти этот вопрос он там был чуть выше техники приватизации у нас пять минут до конца конца работы групп а вот даст вижу и знаю станешь группы 2 года они конец к 45 процентов национала алена абсолютно абсолютно мне кажется этот цифра особо не меняется ну то есть можно копнуть конечно вот эту цифру тоже где-то встречал вот а новых не встречал и у меня есть такое ощущение что ну давайте далеко не будем ходить да у нас у всех смартфоны вот и в некоторых смартфонах я знаю столь на функция строительного уровня или о компас ну вот из присутствующих сейчас в этой комнате поставьте плюсы те кто использовал функцию компас больше чем два раза потому что первый раз с ней поиграли интересно вот а второй раз на использование в лесу вот кто использую больше чем два раза поставьте пожалуйста плюсы это нереально абсолютно использовал ты в лесу ни разу даже мысли такой не было вот эта фича которая она конечно кому-то пригодилась да у нас есть коллеги кто поставил плюс но есть новый коллег которые поставили минус но коллеги которые поставили минус у меня для вас плохая новость вы за эту пичу заплатили поэтому сегодня срочно ищите и используйте потому что деньги заплачены функции не используется поэтому я бы сказал так что количество фич может быть даже и и растет потому что количество продуктов давайте сравним просто второй год когда у нас не было с вами еще наверно там апстора google play и так далее когда они плодились приложениях в этом просто миллионами мне кажется что сейчас этот процент потенциально даже может вырасти вот ну это сказать продакт-менеджером вот мы так в этом плане как маляры победить покрасить вижу к нам возвращается участники коллеги у нас еще две стены минутки до официального отвечения работы групп поэтому пока мы с максим отвечаем на те вопросы которые были в чате о том чем больше отвечаем тем больше вопросов появляется как всегда это такая типичная история на все не успеем естественно ответить но на лучшее из возможного какие техники применяется стратоплан в оценке cost of delay артем спрашивает артем привет но мы конечно несколько всегда вещей рассматриваем то есть первое это доходность компании второе это репутационные издержки то о чем максим говорил потому что мы иногда курсы заявляем если мы его заявили очевидно его кто-то ждет вот ну и третий это качество продукта который мы делаем потому что там одна из базовых ценностей стратоплана не делать фигню вот если курс недостаточно проработан и но выглядит недостаточно качественно мы не будем запускать точно вот вот это на такие какие-то основные истории между которыми мы там так или иначе балансируем так ну что давайте вопрос как определить постов делать для внедрения системы документа оборота для фирмы 500 человек будет использоваться всеми минуты до конца групповой работы да ну это когда мы говорим всеми ну да хорошо допустим всеми да у вас есть на сегодня ну так все документ оборота то прям очень много давайте возьмем не знаю к в д д д д контроль дисциплины исполнителя вот один из первых модулей либо регистрации у вас на регистрации документов сейчас кто-то находится компании 500 человек то есть у вас приходят десятки писем официальных других предприятий в этом и писать накладные и так далее посчитайте просто количество бумажек ну прям бумажек то сколько пачек бумаги уходит в день или в месяц на бумажный документ оборот то есть у вас уже будет некоторая цифра пачка бумаги стоит пусть будет за условных 5 долларов и у вас скорее всего в месяц уходит на этих пачек маги 100 вот вот у вас есть первая составляющая потом у вас есть время людей которые занимаются документ оборот канцелярия их там сидит 10 человек а если будет система автоматизирована их будет наверно есть их будет 5 то есть у вас уже есть сумма экономии на затратах labor cost вот вот из таких составляющих можно сложить и получить сумму ваших расходов потом у нас есть с вами сумма расходов разово на систему документа оборота время на внедрение и вот мы можем примерно уже поделить cost of delay на duration и на внедрение системы уже как какая-то у вас будет цифр максим пасим у нас как раз закончилась групповая работа раз к нам зум всех вернет насильным образом мы все в зале поехали дальше прекрасно тогда мы сейчас внимание на экран правильный ответ да так возвращайся я в сады взял у вас если вы обратили внимание там было два разных примера так я тоже время сэкономили взял один и так коллеги смотрите на мурал или у вас сошлось ваши варианты так наш кейс первые шестью неделями 6 недель 2 и 2 в этом кейсе у нас 12000 опять же если мы говорим про first in first out первая фича вторая потом треть и вот у нас появляются некоторые цифры назад бросаем коллеги кто работал с этим примером поставьте плюсики или итоговая общая затрат общая сумма у вас получилась такая отлично отлично я подозреваю что когда вы начали прогонять это через ядрискор то у вас вышла сумма вот такая отлично отлично то есть когда мы использовали сидит рискор нам оказалось что нашего бизнеса может быть вообще себе не очень такая плохая экономия мы распределили нашу работу таким образом чтобы максимизировать доходность от тех фич которые мы внедряем причем здесь мы очевидно не кричали на митингах вместе с продактором он спиной уртала не доказывала что именно это фича важнее а другой продактор доказывал что именно эта фича важнее ваши коллеги вы сами увидели в общем-то сухие цифры которые позволили вам как раз и сделать вот тут выбор который предопределил вашу финансовоставляющую александр да у вас в вашей группе возможно были другие цифры ну в примере в презентации которые мы вышли да там будет и второй пример вот так ну давайте мы сделаем таким образом я пробую еще раз пройтись то значит сидит рискор позволяет вам определить порядок выбора фич исходя из банальных цифр сколько мы зарабатываем на каждой конкретной фичи в условиях когда мы не можем делать их параллельно если у вас есть три команды одна команда берет первую фичу вторая вторую фичу 3 берет третью фичу прекрасно все работает но если команда вас одна и вы должны принять решение какая фича или проект должны быть первым у вас есть понятие или знание длительности работ у вас есть понятие и знание стоимости задержки сколько денег мы не получим если мы не возьмем эту фичу сейчас и путем сложения или там перемножения мы сможем перейти к сидит рискор мы материала который вам вы вышли позже или мы положим личный кабинет еще положим гуглодоку вот там прям с формой вот вы просто сможете потом поиграться будет удобно надеюсь какая-то часть этого материала уложилась может быть с первого раза тяжело вот я не призываю чтобы в этом разобраться идти прям читать всю книгу но посмотреть ее можно будет ссылочки на сайт где-то тоже подробно описано тоже тоже есть и мы с вами давайте пойдем дальше а я вижу комментарии мария просит вернуться на предыдущий слайд мария а что у нас под предыдущим слайдом не так у нас там с ним все хорошо давайте у вас эта презентация будет вы сможете ее чем-то посмотреть еще неоднократно но хочется еще наверно на одном моменте остановиться который может также помочь в приоритизации и я бы даже сказал что может помочь в управлении спринт-бэклогом или же давайте так если у вас не используется эта технология скрама и спринтов может помочь вам в скажем так наборе задач на какой-то определенный период времени например на ближайшие две недели или месяц мы с вами поговорим кратенько о таком инструменте как классы обслуживания класс обслуживания инструмент который является одним из составляющих канбан это да и он представляет из себя некоторый набор архетипов того какими бывают задачи давайте посмотрим какими же они бывают задача до су первое просто порядку задачи ускорены что происходит с этими задачами это задачи эффект от внедрения которых практически моментально хороший пример у вас упал production сервак то есть время задержки каждый минут задержки очевидно стоят там какие-то какие-то деньги и наверняка вы бросите все остальные задачи и начнете заниматься этой так то есть у вас приоритизация вот происходит прямо на лету если вы прямо сейчас это не сделаете ваши расходы на этом потери будут колоссальные вот или же наоборот если вы какой-то фичу сейчас прямо сделаете у вас вы прям снимаете сливки с рынка вот вот четвертая камера дайте быстрее у нас уже все готово выпускаем быстрее вот и пока все остальные будут думать что происходит все покупают ваши телефон обычно все-таки это эти задачи задачи используются для дефектов причем критичных которые там укладывают продакшн сервера вот и задачи это занимаются ну если не все то очень большая часть команды чтобы скорее скорее пофиксить против задач это задачи у которых есть некоторая фиксированная дата причем очень важно это фиксированная дата не потому что какой-то продактов мир или к ним там закачивать я хочу хочу это вот это дать и потому что хочу эта дата обычно определяется некоторыми внешними зависимости то есть нас меняется например нормативная база и вступает целый новый закон и мы с 1 января должны соответствовать музыку или у нас выставка и мы должны быть на этой выставке с тем софтом не знаю с тем продукцией которую мы производим что здесь важно здесь у нас ценность нашего продукта до вот этого даты для заказчика равна нулю ну то есть у меня выходит закон спать свой с первого числа января 20 этого года если вы мне эту фичу сделаете 9 26 сентября то есть октябрь ноябрь и почти декабрь я эту фичу смогу использовать через три месяца почему мне важно понимать это потому что если я знаю сколько времени у меня займет разработка этой фичи я не буду делать начинать делать раньше я потрачу свое время своей команды на те фичи которые уже сейчас могут приносить мне доход а к этой фичи подойду в то время когда это уже будет иметь необходимость то есть если я знаю что у меня промо-компания я хочу начал черную пятницу продавать нам свои товары я хочу рекламную акцию разработка рекламной акции занимает месяц то есть я заложу даже там какой-то буферный большой я начну делать сайт для черной пятницы ну скорее всего там не раньше 15 20 октября а до этого времени было делать те фичи которые нужны моим клиентам в моем текущем продукте вот и только когда надо запускаю работу третий тип архетип то стандартный то есть это те фичи которые ну скажем так мы используем нашей регулярной жизни то есть у нас есть некоторый план работ по нашему продукту мы понимаем что с каждой новой фичей мы улучшаем продукт у нас повышается лояльность клиентов зарабатываем больше то есть у нас в принципе есть уже такой обкатный механизм и здесь как бы из важных вещей очень хорошо если вы замеряете время каждой из таких фичи сколько времени у вас уходит на ее реализацию зачем это необходимо это необходимо для того чтобы понимать насколько вы предсказуемы для вашего заказчика а что означает для заказчика предсказуемость это означает что он будет приходить к вам с требованиями сделать что-то срочно гораздо реже почему так происходит когда вы предсказуем он знает что вы плюс-минус эту фичу сделайте в обещанные сроки ему нет нужды пытаться бросить вам какую-то задачу я какой-то проект как можно раньше чтобы у вас даже не у вас а у него в первую очередь какой-то буфер чтобы он был уверен что вы эту задачу сделаете например я знаю что у меня будет наша уже много раз сегодня планты черная 5 и я вижу что вот предыдущую фичу мы делали три месяца хотя обещали сблазил до этого фича полгода ковыряли как куда сделали все за три дня я не понимаю когда буду готова эта фича поэтому я в сентябре при выходе так ребята все срочно делайте на этот фич потому что я знаю что она вроде несложная но даже учитывая то что в этом может накосячить мы все можем косячить у вас займет какое-то время но вы точно успеете вот к 25 ноября клика у нас будет черная пятница то есть когда мы на базе стандартных фич доказываем клиенту что наши обещанные сроки мы не попадаем у него больше нет необходимости забрасываем срочной задачи если конечно эта задача объективно не срочной упал сервер у клиент конкурент внезапно вдруг вышел с какой-то фичей и вы такие блин все он сейчас реально отъезд весь наш рынок и вы все бросаете чтобы скорее как бы догнать хотя бы парите чтобы у вас был с вашим конкурентом с фичами экспедает ускоренными есть одна проблема многие заказчики пытаются использовать эту тип задач вместо стандартных основная причина как я уже сказал в том что заказчик не понимает насколько вы предсказуем вот ну вот это мы уже уходим непосредственно экзекьюшен ваших задач в реализацию ваших последних задач но обещание выполненное обещание базирующиеся на исторических фактах то есть новую фичу вы знаете что похожую фичу мы делали уже несколько раз это он заняло примерно там от трех до четырех дней а вы заказчику говорите четыре дня это вот максимально скорее всего больше не будет потому что мы такие уже делали вот у нас есть подтверждение вот фича а фича b фича c мы и делали по три по четыре дня поэтому скорее всего эту фичу похожи мы сделаем за столько же когда у него нет необходимости вас нагружать какими-то задачами в режиме экспедает это ну хорошо тогда давайте мы возьмем эту задачу планово команду не перегружаем и последний архетип интенжи был или нематериальный это задачи которые если мы не сделаем прямо сейчас не сделаем завтра не сделаем послезавтра вообще ничего не произойдет все нормально но если мы не задумываемся о последствиях не сделанной этой задачи сейчас вполне возможно что придет какой-то момент времени когда что-то пройдет очень нехорошее например вы пишете систему за бронирование отелей или продажа авиабилетов и при скажем так по нагрузке без натом 100 после секунду ваша система и внутренне содержимое и архитектура полностью хорошо работает но вы понимаете что рынок растет давай вот вы наблюдаете ситуацию что у вас вот уже в этом месяце было 110 запросов в этом секунду следующем 120 потом важно отделку значит договорной продаж договорился с не знаю с air friends о скидках если люди будут покупать билеты через вашу систему скорее всего у вас будет еще больше и если вы сейчас не задумывается о том чтобы сделать вашу систему отказоустойчивой масштабируемый начинать уже этот репартеринг закупку может быть большего дискового пространства там серверов на хостинге и так далее настройка там балансировки или маршрутизации какой-то момент времени когда у вас будет 150 запросов в секунду система просто ляжет и вы моментально начнете терять деньги и задача по масштабированию из интенсии был моментально перепрыгнет у вас экспедайт и тогда бросаете все когда бросаете все ведь у вас же есть какие-то стандартные задачи по которым вы обещали другим клиентам что-то сделать вовремя команда вас одна опять же вас ограниченные ресурсы вы бросаетесь спасать систему которая легла ваших лет подождите вы мне обещали вот там через три дня вы хотите мой функционал мог похоже что его не будет и означает что вы теряете свою прогнозируемость для клиента и тогда этот клиент скажет тогда наверно я не буду закидывать задачи ускоренные потому что не держит свое слово как вот эта вот вся картинка может нам помочь когда вы знаете свою скорость вы предсказуемость для себя для клиента вы в рамках своего даже спринта можете брать некоторый объем работ исходя из этих цифр а именно вы считаете что у нас потенциально может возникнуть срочная задача потому что последние шесть недель у нас хотя бы 1 в недельку или 1 спринт возникал давайте мы возьмем некоторые буфер то есть мы просто запланируем наш спринт или в нашу модерацию объем задач который бы нам еще оставлял на всякий случай время на то чтобы мы обработали экспедать мы знаем нашу скорость поэтому мы можем взять в наш спринт одну задачу с фиксированной датой мы точно знаем что мы вложимся и учитывая то что у нас там потенциально есть технический долг у нас может вырасти нагрузка мы возьмем одну задачку intangible и так мы договариваемся с product owner и планируем нашу работу что если мы в среднем берем в спринт 10 задач то из них 7 или даже 6 будут стандартные 1 будет не материальные 1 будет с фиксированной датой и мы оставляем люфт буфер на экспедайт если экспедайт не случился у нас все хорошо прекрасно мы можем например взять задачу из стандартных можем поиграться с intangible более внимательно скажем так и у нас один из наших заказчиков который очень хорошо знал как мы работаем а мы работали ну если не использовать архетипы то в принципе на них ориентируясь я обратил внимание что заказчик нашу команду очень такую крутую там было 10 разработчиков сеньорного уровня они могли за две недели итерации сделать многое он эту команду не догружал реально последние два там а то и три дня итерации такие ковыряния в носу да давайте сделаем наш технический долг когда-то разберемся что почистим под тюнем ну даже два дня 10 человек не делают ценность до новые фичи я спрашиваю заказчика а в чем фокус персионат время оплачиваешь говорит а я хочу предсказуемость я точно знаю что если завтра кто-то команде заболел уволился у вас на свет выключить вот это причин интернет пропал вы все равно сделаете то что я запланировал потому что у вас есть запас а если вдруг у меня возникает необходимость скажем так что то сделать сверх я чуть-чуть педаль газа нажму вы без напряжения без повертаем без там кликов а я и хочу ты делаешь прекратить ты сможешь со своей командой эти задачи решить поэтому я плачу не за вашу скорость и объем я плачу за вашу предсказуемость и вот если у нас есть возможность определить тип задач и мы знаем нашу скорость мы можем такую сделать политизацию которая позволит нам взять в спецслитерацию объем работы которые мы сможем выполнить без перегрузки команды и мы с клиентом имеем понятность приоритизацию не спрашивают почему только одну задачу с фиксированной датой мы решаем что это вот наш способ работы заказчик мы тебя поставляем все как обещаем да тогда не мешай нам помоги нам понять бизнес составляющую того что ты хочешь получить а уже реализацию мы сможем забрать на себя потому что мы вот такие молодцы мы работаем предсказуемой у нас такая хорошая система приоритизации коллеги по контентной части на сегодня у нас все и возможно есть саш какие-то у нас общее да но за коллеги у нас остается девять минут вот если мне звук позволит я все-таки расскажу свою уже не водную часть а заключительную водными не получилось сегодня вы видели были с самого начала интернет подлагивал вот поэтому я хотел бы рассказать про сам буткэмп что у нас еще будет им на почему мы его делаем на таком формате давайте включу слайды и покажу мы собственно буткэмп они два вебинара которые у нас запланированы на сегодня и на среду мы планируем как такой превью большого курса проект раньше курс проекта это была такая шестимесячная программа в онлайне трех дневками который вел макс со своими коллегами втроем в этом потоке мы решили сделать более интенсивной на полтора месяца будет 12 занятий дважды в неделю по три часа примерно в том формате который у нас был сейчас но понятно что группа будет меньше такая более камерная и будет больше времени для того чтобы обсудить ваши проекты не только в группах поработать но и чтобы отвечать на ваши вопросы ваши конкретные кейсы разбирать камеры макин там будет присутствовать целиком и полностью вот а на этот понедельник и среду мы планируем два занятия первое про приоритизацию было сегодня в среду мы точно также 18.30 по киеву москве встретимся и поговорим про внедрение изменений если интересно то курс проект ну можно найти по паркоду по ссылочке и там все занятия будут такими прямо строго тематическими вот мы будем разбирать не с точки зрения какой-то на может быть теории да и такой системной картины мы будем наверное говорить про прикладные аспекты но максим меня поправит если они прав вот на мы будем говорить про жизнь то есть как это все ложится на реальную жизнь то есть не что пишет в книжках и читают на тренингах по скраму а как это все прикладывать и как ваши процессы которые уже есть они этим очень хороши как их подкручивать для того чтобы они стали лучше вот но и вы проекты вам приносили скорее радость нежели стресс хорошая новость коллеги в том что у вас есть промокод на 10 процентов скидку на участие как участников вот этого бесплатного буткемпа по слову project у вас будет 10 процентов скидки и регистрация в курс проект действует до 30 сентября потому что 3 октября у нас уже начнутся занятия поэтому не теряйтесь приходите вот но и горячая линия действует если какие то вопросы есть сомнения подойдет мне не подойдет пишите туда вот там точно ребята подходит и ответит и в среду мы еще расскажем про специальный бонус который все участники курса проект получат поэтому приходите в среду вот и в конце вебинара мы расскажем там бонус такой по объему сравнимый самим курсом все пожалуй это все что хотел проговорить коллеги здесь давайте оставить последний слайд чтобы у вас были корр-коды под рукой и важные слова 10 процентного чтобы они тоже здесь были и вижу что у нас есть 6 минут для ответов на вопросы поэтому если есть какие то вопросы к нам максиму коллеги задавайте мы с вами еще здесь я вижу поступил вопрос сейчас секундочку открою на весь экран макс как вопрос от кириллион как перевести бизнес стоимость уменьшения прибыли со временем в некие цифры это заключается в работе бизнес-аналитиков предсказанной прибыли в скобочках убытков от внедрения или отсутствия фичи или в условной шкале важности 1 до 100 так давайте попробуем просто это я читал по вопросу да бизнес стоимость уменьшения прибыли со временем некие цифры ну тут наверное все таки контекстно зависимая штука потому что вы же можете работать продукте и отслеживать например количество как сколько раз фича используется и при этом понимать стоимостью поддержки то есть или у вас есть новый продукт и старый продукт вот вас на старом продукте там есть какие-то пользователи которые но вот них я не переходить новый продукт и вы только под них держите команду сопровождение чем старше продукт тем вам будет дороже да потому что скорее всего это сарайта технологии а вот когда началась пандемия в штатах легли системы социального обеспечения имеется ввиду эти системы и это было очень простой причин они были написаны еще на каболе я думаю что немногие из присутствующих вообще знаю что был такой язык но вот он скажет очень древний да и срочно понадобились люди потому что переписать сейчас системы новыми просто времени поэтому нужны блюди кто должны были поднять эту систему как-то поддерживать естественно стоимость этих людей потому что они штучные люди вот на рынке глаза облачные и вы принимаете для себя решение вам имеет смысл держать только этих клиентов или скажите ребята ну все как бы либо новая система либо ну мы уже не можем либо нанимаете к себе может быть этих специалистов но потому что нам как бы а эти люди причем на сне работают на старте технологиях они еще бы скорее всего уходить не хочется тоже новые какие-то вещи вы будете там и как-то удерживать ну давай ты еще годик посидишь и мы тебя закинем за это там бонус 10 процентов вот то есть вы стоимость поддержки каждый месяц себе увеличиваете хотя доходность вас по этим продуктам или отдельным фичам не растет вот можно вот так вот посчитать да то есть очень такой мне кажется контекстно зависимый вопрос на вот но концепт вот такой вот спасибо коллеги видим ваши спасибо очень рада что оказались полезны сегодня вам отдельное спасибо что полтора часа вы делили на то чтобы побыть с нами и подумать про ваши проекты последний вопрос от даши моей на фамилице зачитаю на каком уровне развития стартапа уже разумно вводить сложные методы приоритизации то есть а то есть ощущение что-то на старте есть смысл вначале просто фигачить и фигачить наша любимая стратегия дальше я горячо поддерживаю фигачить это хорошая стратегия вот но я бы сказал так если у вашего продукта уже появляются последние на то есть появляются уже клиенты да вот тут уже время остановиться с просто фигачить да и смотреть на фичи с точки зрения того сколько не стоит вам и какую цена с ним просто клиент вы получили некоторые первые такой объем есть такая штука называется кривая джоффри мура можно просто уголнуть так это как раз кривая джоффри мура писал в развитии инноваций и он как говорил о том что у вас для того чтобы ваш стартап дали новаться запустилась у вас будет до трех процентов инноваторов где которые прямо к вам бросятся вот у вас там будет какой-то процентом 13 с половиной до это ранние последствия вот те люди которые к вам тоже примкнули вот пока вы с ними работаете возможно фигачи хорошо работает но дальше остается практически 70 до 80 процентов рынка до early majority late majority и лагерс на этом это у нас ранее ранее большинство позднее большинство остающий да вот ранее большинство к вам придет только тогда когда она убедиться в том что продукт правда хороший что он решает их задачи и с ними просто нафигачи уже не получится они ждут серьезное решение не говоря уже о поздних и тех кто как бы перейдет на ваш продукт ну это те люди которые покупают мобильные телефоны потому что уже нельзя купить дисковые знаете вы как бы вот их вы не купите просто как бы красивым экраном и четырьмя камерами ну как то так макс спасибо большое коллеги спасибо за вопросы вижу что время то у нас подошло к концу сейчас вот-вот пробьет 18 20 часов я по португальскому 20 часов по киеву и москве спасибо вам тогда здесь мы не прощаемся потому что в среду надеемся вас снова увидеть приходите 18 30 по киеву и москве мы снова будем в эфире будем говорить про внедрение изменений всем хорошего вечера тогда приходите курс проект и будем рады вас увидеть если какие то вопросы остались не отличными приносите их в среду постараемся там разобрать всем счастливо пока пока